всем привет есть у меня вот такое чудо тазик счастья купила я этот тазик с рук по-моему в конце осени в начале зимы вот которая была с 2019 на 2020 изначально это люк и это слогина крестата я всегда очень хотела крестата но как-то никогда себе не покупала и вот пила с рук девчонка сказала что она тоже перед этим купила срок и она с ней просто не справляется на у меня немножко загорела сгорела на солнышке вот так вот но ничего приходит значит потихоньку хорошее состояние и чё поделиться радостью потому что все-таки думаю что у меня получилось найти с ней общий язык потому что сейчас будем вместе с вами считать смотрите 1 нас уже такой длинненький вот здесь вот два так здесь вот три виднеется и давай-давай-давай там вот в горшке вон 4 окрас . вот пятый такой огромный уже шестой так седьмой здесь вроде не вижу но здесь вот восьмой девятый десятый одиннадцатый вот выползает смотрим смотрим вроде как насчитали 11 вот 12 12 новых таких вот роста я надеюсь она вытянет я не запарю ничего вот кстати вот смотрите когда вот это вот новые бульбочки с которыми я купила видите у девчонки сформировались у которой я покупала вот такие небольшие вот последние тоже маленькие идите поменьше ребята вот но вот так упругленькое яблочко но будем наращивать будем растить буду очень стараться немножко переживала я что она любит попить и по моему зимой вернее уже в начале весной до вначале по моему весны это было я запорола не цветоносы это я умею тут надо подстроиться подстроиться привыкнуть как выглядят цветоносы как выглядят новые росты ну тут я уже конечно когда они вот такие большие вижу что это рост и не цветоносы очень рада вау много уже забыла сколько насчитала 12 что ли вроде бы да так что я надеюсь что будет она расти разрастаться радовать меня я пока ее не пересаживала не трогала не дергала сидит она в таком тазище которым я ее купила у меня есть классная корзинка с кокосовым волокном подвесная большая очень побольше чем вот это и я бы наверное хотела посадить туда единственный минус конечно я сейчас теперь обдумываю испаряется оттуда влага капец как быстро и плюс не уж течет и капает а я все-таки в квартире и мне это не надо есть вариант простелить полиэтиленом грубо говоря пакет вставить на и потом уже его заложить и тогда она не будет протекать и не будет так быстро испаряться влага ну я не буду например сажать в слишком влагоемкий субстрат и будет по идее нормально по идее вот ну вот я вот я в размышлениях как его лучше сделать или пока ну понятное дело что пока я точно не буду пересаживать я посмотрю как эти росты вырастут новые может быть когда они надуются в бульбы и начнут эти корни я решусь пересадить а возможно пока еще целый год она посидит в этом горшке не знаю вот честно пока не могу решить ну что для нее орхидея новая и у меня с ней косяки я косячу я вижу что я косячу я знаю где и как я косячу я делаю выводы поэтому я пока боюсь трогать пересаживать вот и пока думаю как это лучше сделать у меня есть еще большой такой пластиковый горшок аля с автополивом вот и он тоже его можно подвешивать в нем есть дырочки есть к нему крепление но я тоже пока думаю он не глубокий он очень-очень широкий и низкий он реально классный я наверное все таки буду сажать в него и он диаметром побольше чем это и чем моя подвесная корзинка поэтому возможно действительно девчонки уже свисают не чуть под разрастутся и я посажу в тот горшок в общем я пока думаю пока я размышляю пока вот такая подгоревшая мадам я надеюсь что с листвой будет у меня налаживаться с ее и гореть она так не будет и вот тут вот местами конечно мне не очень похоже на то что сгорела но но вот это началось когда яркое солнце начало печь и и в общем то я смотрю что самые такие это те которые ближе к окну так как она у меня стоит таком местечке грубо говоря в угловом между двумя окнами тут такой небольшой угол образуется то она одновременно подгорает практически со всех сторон так вот ну вот такая красота коротенькое видео будем наблюдать за ней будем смотреть как у меня получается насколько я ее пойму и за сколько я к ней привыкну и будем смотреть динамику пока на этом все я думаю что в ближайшее время я попробую подготовить почитать про нее собрать информацию и что-нибудь интересное рассказать что к чему и почему а пока большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал если разбираетесь в этой орхе с удовольствием почитаю в комментариях что вы мне напишите какие советы советы по поводу кстати кашпо куда него лучше пересадить потому что пока я в растерянности небольшой свой опыт обязательно пишите я буду за это очень очень благодарна и вообще я люблю комментарии кто ставит дизлайки ставьте дизлайки но пожалуйста пишите в комментарии что вам не понравилось чем вы не согласны будем с вами искать правду вот и всем солнечных дней пышных цветений и пока пока